здравствуйте господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике меня зовут андрей андреевич дуйко я руководитель эзотерической школы к вас сегодня как я объявлял буду отвечать на ваши вопросы которые вы в большом количестве мне задаете надеюсь наш вебинар будет интересный это исключительно связано с вами очень много эзотерики очень много эзотерических практик и техник то чего вы никогда начинаем сегодняшний вебинар не найдете нигде в интернете все сможете найти у меня счастливым быть легко если заниматься с дуйко ну что давайте начнем и так сегодня трансляция идет одновременно фейсбук и в инстаграм и в youtube а я думаю со следующей недели будет еще идти в тик ток одновременно ну посмотрим как это будет у нас получаться и так какие у вас вопросы рима смирнова здрасте андрей андреевич радость вы наше спасибо за заботу и о людях пожалуйста неля бармина добрый вечер андрей андреевич я обожаю ваши мантры они меня успокаивают и гармонизируют подскажите пробью я вопрос по наследству пробьете только будет тяжело здравствуйте уважаемый андрей андрей скажите пожалуйста мой муж нуркен получит деньги что должны ему он строил школу ну очень скромно татьяна беларуси с добрый вечер здрасте здрасте уважаемый андрей андреевич подскажите как избавиться от арахнофобии клаустрофобии и так далее большое спасибо смотрите наконец-то интересный вопрос когда человек живет он должен понять что управляет его жизнью и должен понимать откуда берутся негативные состояния которые могут появляться в его теле конечно в большинстве своем читая медицинские книги мы можем четко определить есть различные гипотезы есть стафилококковая гипотеза которая говорит о том что люди перенесшие инфекцию стафилококка ревматоидную инфекцию в дальнейшем могут иметь заболевания связанные с такими синдромами как клаустрофобия социофобия и всевозможными фобиями также развиваться могут заболевания сердца как правило это и является причиной заболеваний сердца также говорится также в книгах есть ряд таких упоминаний о том что стрессы могут приводить к таким заболеваниям и так далее эзотерика рассматривает данный вопрос немного по-другому начать необходимо вот с чего оказывается эзотерика моей моей версии имеет несколько таких нюансов один из этих нюансов заключается в жизни человека в реальном мире и в потустороннем оказывается каждый человек одновременно живет в реальном мире когда он живет в этом мире и когда он ложится спать он живет в потустороннем мире то есть в этот момент его тело расслабляется его сознание расщепляется он переходит в мир снова или в мир иллюзии или в астральный мир таким образом можно сказать что в данном мире в котором человек находится его сознание и чувства они сгущаются и становятся твердыми так как человек попадает в мир который называется плотный мир а когда человек попадает в мир астральный то его сознание чувства расщепляются и они могут проникать в бестелесный мир таким образом объединяет два этих мира как угодно можно к этому относиться бесконечно критикуя или не веря но есть ряд таких идей которые в действительности могут помочь заметно человеку улучшить его физическое состояние смотрите как рассматривает эзотерика гипертоническое заболевание сердце когда человек живет или просыпается то у него может быть целый ряд эмоциональных всплесков которые могут быть связаны с тем что он мечтает о чем-то желает чего-то он стремится к чему-то и он не видит своего тела не видит все что вокруг него находится его исключительно сознание и душа и сознание и ум они озабочены то есть они внутренние ощущают что не об они ощущают необходимость у них есть мотивация не к чему-то стремятся то есть там чтение мантр может быть построение программ мысли воспоминания но человек в этот момент забывает что данный мир на котором в котором мы живем он плотный и этот мир управляется порядком таким образом считается что чем больше человек чего-нибудь намысливает чем больше человек чего-нибудь надумывает чем больше человек отстраняется в сторону своих душевных всплесков чем сильнее человек переживает тем больше размолекулирует свое физическое тело тем самым человек на протяжении дня размолекулируя свое физическое тело приводит физическое вернее энергетическое тело приводит физическое тело к тому что она пытается схватить это энергетическое тело от того чтобы она еще более расширялась хватая его наше тело сжимается в самых крайних элементах то есть это самые маленькие капилляры то есть происходит дистоническая реакция выделяется адреналин после чего происходит сжатие уменьшения капилляров и самых мелких сосудов объем кровеносной системы уменьшается сердце при этом увеличивается от объема крови это и называется у нас артериальная гипертензия таким образом появляется давление но первая основа или первопричина является как раз в том что человек не живет настоящим не находится в этом настоящем его больше за его больше заводят мысли чувства его больше заводят заботы поставленные задачи где-то это верно и где-то это правильно но не стоит забывать о том что тело наше при этом оно должно быть максимально плотным максимально душевно плотным как можно этому противодействовать и как можно это достигнуть обычная медитация с утра посмотрите на свои руки и ноги и скажите я существую я говорю это серьезно посмотрите скажите мои руки и ноги плотные после этого посмотрите вокруг себя и скажите я вижу все что вокруг меня происходит и после этого скажите себе я верю в порядок или в бога порядка который управляет плотным миром и скажите я плотный при этом можно представить себя золотым буддой или бронзовым буддой или гранитным буддой или не буддой а себя большим памятником человеком или себя представить твердым таким как скала что это даст это даст вам контроль артериального давления а также улучшит общее ваше состояние а также уберет вот такие негативные элементы которые могут поднимать у вас что дают мантры очень часто мантры коды они дают нам ментальную энергию увеличивая ее тем самым энергетически мы становимся больше чем больше энергетически мы становимся тем плотнее наше тело сжимается и для того чтобы она не сжималась его необходимо сделать плотным плотным мысленно то есть представить будто вы как гранит или базальт или оникс или какой-либо такой материал как будто вы памятник твердый и большой таким образом сосредотачиваясь на том мире в котором мы находитесь подвергая себя к настройке порядка вы начинаете коммуницировать с этим миром в элементе порядок таким образом почему мантры и коды могут поднимать давление потому что человек увеличил свою энергетическую структуру и забыл сконцентрироваться на своей жизни в настоящем моменте тем самым сконцентрировавшись так в настоящем моменте вы можете запросто улучшить общее состояние но это не все потому что я не ответил на вопрос у нас есть . сборки астрального мира она условно находится у нас между нашими стопами утром поставьте свои стопы с левой и с правой стороны и представьте будто между срединами вашей стопы горизонтально есть ниточка и это ниточка связывает стопы а посредине этой ниточки мысленно представьте будто есть шарик воздушный и его горловина представьте не глядя на этот шарик который находится под вашими ногами как бы под землей будто вы его берете шарик при этом нужно представлять черного цвета и начинайте надувать вот таким образом чем больше вы надуете шарик тем меньше шансов у вас будет появляться панические атаки фобии и депрессии почему чем меньше у вас энергия астрала тем больше у вас фобий это говорит о том что вы в астрале не расщепляетесь а твердыми переходите а и это еще что перед сном представьте будто ваше тело стало туманом и сделайте этот туман как можно шире и перри при этом и заснете и нормализуйте астрал и приснится очень хороший и правильный сон видите какая эзотерика необычная оказывается да какие есть коды или какие есть слова которые способны остановить приступы клаустрофобии страхов беспокойства панические атаки и так далее есть целый ряд слов о которых я часто говорю и мои любимые слова конечно вы их знаете если бы мы все вместе сидели все десять тысяч человек которые сейчас участвуют то мы бы нет 4200 4456 вам я вижу по статистике то мы бы все вместе сказали к из теплового тряфсык и припутав помните да об этом и так случае если у вас панические атаки начните практиковать определенную мантру делайте вдох а на выдохе произносите первый слог припутав 2 сок слог из теплового и третий слог тряфсык тряфсык из теплового припутав можно так и произносить из теплового припутав тряфсык из теплового припутав тряфсык если это произносить как мантру на протяжении дня то панические атаки и клаустрофобии исчезнут ира шабалина скажите 7 лет назад купила студию застройщика объявили банкротом вернуть деньги нет киданули вас фидания ахвадива здрасте андреевич можно высококосный год купить квартиру куплю ли я можно купить и скорее всего даже купите екатерина ефремова расскажите как можно за короткий промежуток времени запомнить много информации как пригодился бы ответ не только мне но и другим людям а это очень интересный способ я его очень давно использую очень интересный способ заключается в развитии всего лишь двух элементов первое альтернативное восприятие и второе визуальная память обязательно развивайте оба элемента и вы будете удивлены и так как развивается альтернативная память напишите себе допустим какие-нибудь четыре слова или семь слов или три слова которые вы хотите запомнить или цифры после этого глядя на эти цифры скажите себе историю или придумайте историю допустим это может выглядеть так 38 какой-нибудь номер 97 260 3027 сказал паровоз когда начал ехать на восток и когда он начал ехать на восток когда дымилась его труба он говорил 97 260 3027 и вот так и делал чух-чух-чух 097 260 3027 чух-чух-чух 097 260 3027 представьте будто на этом паровозе написаны цифры а паровоз звали 097 260 3027 и он был женского рода его звали таня повторите это утром и вечером я вам обещаю что после этого вы будете знать этот номер телефона в начале истории могут быть большими но вы поймете в дальнейшем что история может у человека у которого очень развита так альтернативная память он может в дальнейшем это пронумеровать и поставить допустим цифры какие-нибудь как я это делаю допустим открываю шкафчик с мантрой чигим какой-нибудь там другой мантры допустим мантры баладжи и смотрю номер баладжи и мантра от 1 до 10 до 11 там лежит достаем девятую и читаем он шри вика тэшварая васудэвая гавиндая намона мах вот я ее прочитал вот это это мантры которые мне показали которые я прочитал так бы я ее не вспомнил но я ее могу для себя выписать и в дальнейшем ее практиковать потому что скорее всего я для нее сделал маркирование положил ее туда так можно научиться и накачать себя это моя такая память кладовая моей памяти пронумерована потому что информации много иногда нужно что-то доставать и второе для того чтобы запомнить очень быстро необходимо сказать какую-нибудь абракадабра человек говорит мне нужно запомнить вот эти слова там допустим там из языка какого-нибудь там winter допустим погода до и после этого человек отворачивается и произносит киричу кимики тире чикитик ветер киричу кимики тире чикитик ветер киричу кимики тире чики тик ветер в этот погода и после этого он уже сто процентов это запомнит третий элемент визуальное представление напишите предложение прочитайте его поднимите голову мысленно думайте об этом предложении как будто вы его вновь видите вновь прочитайте поднимите голову мысленно представляйте будто вы его видите и делайте так многократно таким образом разовьете еще и визуальная визуальную концентрацию визуальную память все эти методы очень хорошо работают как ну допустим произнесение произношения чего-либо как это работает у нас наше сознание она устроена по принципу оперативной памяти и постоянно оперативная временно запоминает оперативную мы можем заполнить вечернее время и выучить допустим какой-нибудь предмет как в институте там за один вечер или там в техникуме кто где учился то есть предмет не изучали там целый год а потом за вечер изучили все и такой при все это проходили особенная и потом хватало только сдать экзамен потому что четко знали обо всем и не о чем но стоило только выпить 100 грамм алкоголя вся эта информация исчезала и в дальнейшем ни о чем больше мы не знали такая оперативная память она объемная туда можно много впихнуть но ее проблема заключается в том что необходимо запихнуть и в постоянную память а как это сделать между постоянной оперативной памяти находится ресурс этот ресурс называется nucleus accumbens то есть этот ресурс который может быть проводником как сказал свое время зигмунд фрейд он сказал что между осознанностью и сознанием у нас есть некий мост это мост нашего подсознания и для того чтобы информация из нашего оперативного сознания прошла в наше сознание она должна миновать подсознание но сознание уже наполнена она структурирована в нем работают удивительно хорошо синаптические связи все дендриты аксоны имеют правильные пути и правильные пути вперед и правильные пути и к синапсу и к дендриту и к аксону и конечно в это время необходимо часть информации которую необходимо туда вложить ее нужно выбросить она вас не касается но информация которую вы часто видите допустим бесконечная информация в тег токи вы думаете ее забыли нет бесконечная информация в кино каком-нибудь вы думаете забыли нет почему я говорю нет вводя людей в гипнотический транс я умудрялся довести человека до возраста там 70-летнюю женщину до возраста 12 лет где она с точностью говорила о сериале которые она смотрела там 12 марта точностью описав кто находится рядом с ней и после этого в точности сказал все слова которые она слышала и которые в этот момент происходить причем она говорила о мухах о муравьях которых она видела у нее там болела с левой стороны вот почесалась она там то есть можно сказать что там в нашем сознании есть огромное количество мусора но наше сознание но никуда не девает этот мусор этот мусор он имеет оперативную грубо ячейку постоянную ячейку мусора условно можно сказать что мусор сплавляется то есть его не выкраивают в синапсы часть этих синапсов выделено для этого мусора и к этому мусору никто не прибегает он просто лежит но его объем около у человека которому 50 лет его объем приблизительно 75-80 процентов от основной памяти и этот мусор нужно выбрасывать никакие практики с веником там и так далее не помогут человеку выбросить этот мусор какие самые простые это произношение глядя в правую сторону нужно об этом тоже помнить это произношение главы глядя в правую сторону абракадабры очень быстро чем больше и чем быстрее вы будете говорить какую-нибудь абракадабру а б р м н ц ч к р н т т зыба жига чума то и так далее то есть отворачивайтесь и как можно дольше это произносите так чтобы слова не повторялись можно их читать эти слова или представлять как я это делаю то есть буквы попадаются я их читаю и произношу но делать это необходимо долго если вы начнете выбрасывать и начнете потеть в этот момент то вы увидите как открывается ресурсы памяти это потрясающе и это высоко или глубоко или мощно работает прям глубоко или мощь почему в правую сторону там с правой стороны находятся все эти ресурсы которые нужно выбрасывать а с левой воспоминания именно поэтому мы воспоминания не трогаем мы трогаем то что чтобы не изменить свою личность мы трогаем только то что нас беспокоит и то что нас и то что мы и наш мозг воспринимает как совершенно ненужную информацию склеивая ее между собой накапливая ее в большом количестве и она находится если рассматривать человека она находится в верхней теменной части и в правой боковой базальной части нашего мозга больше ближе где по физу и правой его стороне ладно зачем она вам надо обыскнили а интересна были отлично хорошо да как излечиться от поясничной грыжи без операции с удовольствием вам отвечу на данный вопрос но я хочу вам напомнить что сегодняшний вебинар которая провожу он посвящен психологии а также эзотерики а также непонятному оккультизму магии и так далее поэтому все кто не поддерживает это бегом отсюда пожалуйста уходите а то вас как накажут но можно ли избавиться от грыжи без операционно ну я могу сказать вам от чего грыжа вообще появляется на самом деле любые заболевания позвоночника они связаны с тем что человек почему-то себе говорит о том что у него выпала земля из-под ног это может быть разочарование это может быть разочарование близкими бизнесом чем-либо еще страной президентом чем-либо еще но я вам хочу сказать вот так ставьте ноги обе на пол и представляете будто в ваш мозг сверху наливается золото и в вашем мозге спинномозговом канале там у вас золотой огненный штырь после этого сделайте так лишь один раз и на протяжении месяца перестанет болеть позвоночника от чего зависит от вашего вашей концентрации и ощущений которые нужно воспринимать как ощущения вот такие почему вообще у человека происходит это ну если вы хотите знать мое мнение могу условно сказать смотрите на желудок он состоит из двух частей верхняя часть она выделяет кислоту а нижняя часть желудка она выделяется она выделяет щелочь то есть верхняя часть желудка обычно кислая нижняя щелочная случае если кислая сверху проникает в нижние то тогда происходит не расщепление белков и если сверху кислая не формируются они снизу щелочной поднимается вверх то тоже происходит не расщепление белков не расщепление белков приводит к тому что у человека появляется заболевание связанные с мышечной активностью или мы с мышечным тонусом и в дальнейшем мышечный тонус особенно гладкой мускулатуры истончается за счет этого позвоночник больше не фиксируется и это может приводить к тому что позвонки начинают между собой шевелиться таким образом происходит появление грыжи и все это начинается с того что у человека появляется заболевание желудка как определить что лечить случае если у вас высокая кислотность то у вас диарея обычно будет в случае если низкая кислотность то запор при низкой кислотности необходимо принимать при низкой кислотности необходимо принимать бетаин и гидрохлорид а также горечи обязательно полынь горькую заваривать и пить и принимать а при пониженной это при пониженной а при повышенной кислотности необходимо каолин необходимо антитокс и обязательно и обязательно пепсин пепсин снижает кислотность и в центральном отделе в антральном отделе в диафрагмальном отделе во всех отделах зачем я вам это говорю все ничего не поймет игорь лакутин добрый вечер андрей дыч вы наш гуру а вы мои ученики пусть у вас все будет хорошо если вы признаете меня гуру то я признаю вас как мои ученики да это такая особенность ну раз вы создали такую эмоцию для меня мой метод который поможет вам исполнить свое желание правой рукой представляете будто у вас находится золотой человечек на руке представьте будто это часть вашей души погладьте его поцелуйте и после этого утром скажите ваше желание которое вы хотели бы чтобы до вечера исполнилось после этого представьте между солнцем вашей рукой золотую дорогу и пустите этого человечка чтобы он шел по золотой дороге в солнце чтобы исполнил вашу мечту тогда тогда мечта исполнится что нам не глядачи не забывайте ставить и в подобайки там они не потребны и так популярны людьми я почему я не дал ученикам школы некоторым заниматься про заниматься чтением моих ступеней я могу вам рассказать все это идет от того как я это все развивал моей жизни был бизнес я удачливый бизнесмен был есть и буду меня поцеловал бог в жизни знаете самого детства я умею к радости своей зарабатывать деньги везет мне в этом ну и занимался бизнесом всегда успешно и когда я решил преподавать эзотерическую школу то я это не делал для того чтобы зарабатывать на ней деньги нет не делал я преподавал в киево-могилянской академии бесплатно я преподавал бесплатно сам снимая помещение и делал это в офисе и много-много очень много людей прошли мои ступени и мои семинары и так далее и за это ничего не платили я не собирал никаких денег никак просто я искал себе друзей я после этого встречался с этими людьми вместе с ними занимался почему сам с собой не позанимаешься и я этих людей ни к чему не обязывал мы встречались периодически пили чай влюблялись дружили по сей день все эти люди они близкие мои знакомые мы в хороших отношениях там со здоровьем у меня были проблемы сам бы я себя не заставил это делать но у меня был плюс у меня были деньги и у меня был плюс я умел зарабатывать деньги и я это делал не для заработка у многих учеников школы которые приходили ко мне говорили можно я буду преподавать эзотерическую школу кайлас я говорил какой у вас бизнес человек говорит нет у меня бизнеса я хочу чтобы моим бизнесом была школа нет так нельзя почему эзотерика не должна быть бизнесом она должна быть элементом которые в дальнейшем возможно будет работать как бизнес но не должен занимать часть или основную часть жизни это одно из условий которые я ставил на первое место для своих учеников были ли у меня такие ученики конечно были люди которые имели свой бизнес они приходили и говорили можно ли мне преподавать школы говорил можно преподавать они занимались бизнесом преподавали потом перестали преподавать почему зачем и это уже второй путь какой второй путь потому что второй путь заключается вот в чем когда человек начинает преподавать и у него есть свой бизнес ту бизнес улучшается а преподавание в тягость и в этот момент должна включиться 3 идея которая называется любовь и милосердие к людям которым нуждаются в том что ты умеешь делать хорошо и вот это любовь и милосердие в том что ты умеешь делать хорошо и в том что у тебя получилось ты должен это проявить по отношению к людям иногда в ущерб себе это своего рода как жертвоприношения которое совершил иисус христос и спас людей точно так же человек в жертву себя ложит то есть тебя получается ты сталкивайся с тем что тебе не выгодно не интересно и не хочется с людьми работать потому что у тебя бизнес и там все у тебя получается в жизни но ты идешь к этим людям это твоя жертва ты себя преподносишь почему паша твоя задача все-таки отдать или помочь или сделать так чтобы было это элементом милосердия вот так это все работает понимаете это своего рода еще один такой цикл но по поводу людей которые выбирают эзотерику и и преподают и это является основным видом их бизнеса ну что ж бывает и такое но к сожалению это не обо мне карина релец подскажите как избавиться от экземы в ушах или всевозможных грибков в ушах избавиться от грибков в ушах не сложно берете два препарата медицинских первый препарат называется хлоргексидин смазывайте ушки хлоргексидина после этого сухим тампончиком после этого после этого йодовым раствором любым это может быть бетадин или люголь все равно каким или даже йодом и все сделайте так 7 раз 7 дней после этого забудете о том что у вас в ушах было экземы или грибки а потом скажите андрей андреевич низкий поклон кстати от заболеваний поясничного отдела можно обмотать вокруг живота помните домой историю зеленую нить и зеленую нить обмотав завязать на 38 узлов носить на своей пояснице вот так здравствуйте подскажите когда сыну лучшее время для операции на следующей неделе среда хороший день и все и воскресенье на этой неделе воскресенье через неделю только воскресенье и в этом году уже хороших недель нет и хороших дней нет то есть остается только следующая неделя среда и четверг и воскресенье среда и воскресенье на следующей неделе или завтра воскресенье все других дней никаких что можно сделать чтобы вернули долги банку много лет не могу вернуть кредит вернуть долги банку а вы не можете вернуть кредит смотрите человек должен ставить на первое место отдавание кредита когда это не на первом месте то не отдадите каким образом не никак то есть отрывать от семьи но получили любую сумму денег берете эту сумму вот так какую можете отдать и перечисляйте в банк и все несмотря ни на что несмотря ни на что только поставив желание отдавать деньги кому-либо это очень быстро все исполнится вообще я хочу сказать никакой магии исключительно психологии это очень эффективно смотрите мою первую ступень я там об этом долго очень говорю здрасте племяшка стала воровать воспитывает их бабушка брат умер мама ушла скажите пожалуйста как отучить и и от этого для того чтобы ребенок не воровал необходимо ему давать возможность зарабатывать почему если ребенок ворует ему для чего-то нужно если ему для чего то нужно то нужно дать возможность зарабатывать поиграйте в такую игру и скажите ты можешь зарабатывать и зарабатывая там это нормальный процесс очень много детей которые нуждаются они пытаются украсть в чем нуждаются они нуждаются в еде дополнительно или там купить что-то хотят не хватает у них также второй вариант если бабушка любит этого ребенка она должна поговорить и очень погладить то есть если гладить ребенка каждый вечер горит и моя ласточка ты моя там солнышко ты моя золотая обожаю тебя ты моя рыбка ты моя там то в красть перестают люди крадут очень часто потому что им просто требуется внимание чье внимание если бабушка не дает то тогда чужое внимание а как его можно взять если ты такая же как все но только украсть и кого-то чем-то накормить или кому-то что-то подарить понимаете то есть чего не хватает ребенку внимание любви так банально все здрасте можно ли слушать ваши шумы несколько раз подряд до разные шумы подряд имеет ли значение как-то неважно вообще это уже сто раз об этом как слушать шумы уже тысячи видео записал так лень прямо набрать в интернете как слушать шумы рекомендации по прослушивание шумов морз так много ну что вам сложно вот так войти и написать дуйка как слушать шумы дуйка рекомендация дуйку вебинар даже записал как слушать шум все равно так как слушать так как хотите начинается закрытыми открытыми в наушник без наушних все тысячу раз сказал здрасте подскажите когда закончится эпоха калиюги с уважением вам лиза она закончится когда люди перестанут радоваться убийством перестанут радоваться убийством когда люди радуются убийством то это эпоха калиюги неважно из-за чего убийство неважно из-за чего защита не защита были города мариуполь были города там вот по 20 тысяч человек жили в эти афгевки в бахмуте нет этих городов то есть хотели защитить 8 тысяч человек которых там притесняли которые разговаривали на русском языке и разбомбили город и это все еще кто-то поддерживает алё что с вами милосердные люди лишить огромное количество людей спасти их от их имущество это как это что это разумно это эпоха калиюги сейчас самом разгаре сама а люди еще хлопают так и мы надо по объема этих там как вообще в мире где люди уже хорошо жили ездили в другие страны люди любили друг друга люди обожали семьи где люди что с ними произошло скажите мне что произошло что могло произойти с ними что они радуются убийством на чужой территории то они радуются и находят оправдают что с ними ради одной идеи спасения 17 человек убить 250 тысяч как это эпоха калиюги это когда все легли и плачут каждый вечер потому что каждый день прямо сейчас по 10 тысяч человек умирать людей просто так как можно все извинить изменить одному человеку нужно в кремле взять телефон и сказать уходите с этой территории и все и все нормально да все два слова что с этим дебилом происходит объясните мне нет но все радуются все радуются всех это беспокоит это очень важно я это понимаю потому что это америка нато и всякая другая хрень и там вот русский человек сидит сейчас украинец сидит с еврейскими корнями здесь он фашисты тогда что с людьми а где милосердие эпоха калиюги будет вот здесь когда начнут обожать детей тешь свекрух когда будут зеркало любоваться собой когда начнут видеть погоду природу когда начнут говорить я хочу помочь просто так они за деньги когда будут помогать когда когда все будет вот так когда будет много доброты почему эпоха калиюги это эпоха максимальной злобы и ненависти животный мир три элемента пожрать с кем-то переспать и ненавидеть вот если ненавидишь очень много то считаю что ты недалеко от животного ушел не важно под каким прикрытием хоть в рясе говори это хоть с клеймом на лбу будь кем вообще будь самым лучшим ордена ленина дружбы красного знамени кем угодно пусть а тебе поют дифирамбы тысячу человек если ты говоришь о том что призываешь к злобе к ненависти говоришь эти дураки эти придурки грош тебе цена грош человек должен быть добрым а доброта начинается семей когда закончится эпоха калиюги когда вы утром проснетесь возьмете своего ребеночка скажите я тебя обожаю когда вы увидите свою свекруху и скажите я тебя обожаю свекруха моя когда мужу скажите а ты знаешь я твою маму обожаю а я ее искренне обожаю самое лучшее так много для нас делала чем тебя родила и тебя обожаю когда человек готов ради близких положить свою жизнь на их алтарь не за секс не за деньги просто так потому что они часть судьбы какой бог дал бог дал наслаждайся бог дал наслаждайся бог дал хвали бог дал восхищайся бог дал бог дал землю бог дал мир бог дал природу бог дал еду бог дал одежду бог все дал бог дал радуйся нет в этом всем ну эпоха калиюги нужно проснуться плохая она плохо сказала плохо влияет плохая одежда плохо муж зарабатывает плохо живу эти плохие эти плохие все плохо и там болит а эти сволочи эти туньяцы эти дебилы а этих ненавижу сволочи а этих вообще мне пофигу так знаете об этом сказал иисус христос он говорил о милосердии он говорил о любви он говорил о том что возлюби ближнего своего то не надо любить на улице собак кому они нужны уже эти собаки когда дома в подушке плачут женщины и мужчины которые обижают друг друга пошел ты пошла то что такое вообще вот это калий юга они между собой без конца сражаются не успел вы вылупиться уже хочет секса не успел состояться уже лезет в эти интернеты там чтобы что-то такое смотреть ну что это такое животное начало и ладно и это хорошо чем больше людей будет тем быстрее этот мир сможет создать прекрасный мир я могу сказать как дуйко обычный человек по моему мнению не нужно было доставать много скрижали нужно было достать одно слово и сказать тот кто хитрит в этом мире попадет в ад и второе слово тот кто злой тоже в ад попадет и все и все остальное автоматически решает все остальное хитрость не убей схитрил там кай навель там отцу был хотел понравиться схитрил там украл схитрил лжет людям схитрил то есть это все хитрость производные вот тот кто хитрит в ад правда и тот кто злой туда же надо любить тех кто под одной крышей с вами находится обожать их нужно даже в чем духовность ненавидеть может каждый гавкать может каждый с красивыми каждый может жить с молодыми может каждый нравится всем так каждый может и с деньгами каждый может а вот так без этого остаться добрым а это же жертвенность что бог забирает у людей он забирает жертвы потому что он дает то что мы получаем тогда какие должны быть жертвы сложные болезненные а что значит пожертвовать пожертвовать это не воспитать а промолчать пожертвовать это проглотить и после этого остаться человеком и проявить доброту вот это и называется духовно встречу хороший мужчину да закончила курсы германии получила 61 а b1 ого стоит трудоустройство искать конечно получится конечно стоит ли остаться до стоит все будет нормально навсечки приствающие от болгаря навсечки при сваше как вас зовут иван хижня как вы относитесь к учению ошу ошу праджниша отношусь хорошо я отношусь хорошо но есть нюансы какие-то нюансы он говорил о том что секс это что человек должен каждый человек должен заниматься свободно сексом потому что уже можно предохраняться это там запросто и тогда я так не считаю я так не считаю я вообще считаю что этот мир очень много внимания обращает на это я в том что секс и поиски его это кратковременные элементы а жизнь в семье и радость семейная которая может быть это вечный кайф можно так много всего получать в этом мире используя наслаждение что сконцентрировавшись на том чтобы получить что-то в малом на протяжении 10 минут или 30 минут мы теряем что-то глобальное прекрасное ну и ориентировать человека на то что он должен убежать от себя не прийти к себе иногда это не очень правильно ну и ставить это на первое место а как же забота знаете если было бы со всеми то как же заботиться но в коммуне наверно можно заботиться до в коммуне наверно можно если все один один за всех но тогда кому-то дадут а кому-то не дадут тоже знаете не справедливость поэтому знаете его идея в целом мне нравились но если бы идея человека который живет в жизни путем эзотерическим были правильными то человек бы имел четыре определенных качества первое определенное качество он был бы счастлив второе он был бы у него была бы семья третье он бы плохо не закончил четвертое но было бы продолжение рода потому что считается что у человека который живет правильно его рот продолжается и дальше все счастливы то есть дети не наркоман у этого человека счастливая судьба и так далее давайте рассмотрим этот вопрос у оша рот прекратился хоть и у него было много женщин в его жизни и были жены официально даже 2 его рот прекратился у него нет ни детей никого то есть было ли у него имущество так а что он с собой забрал были счастлив наверно в своей парадигме был счастлив но а вы бы а вы бы а что для нас там рот кто-то скажет сейчас есть такая система ее продвигают что типа да нужно в самом детстве там кастрировать людей потому что все равно зачем им рождаться если у них все равно несчастья не будет жизни не ума ничего а кто это сказал может быть у человека как у альфреда кого-нибудь этом вспомнил при как допустим шнитке в 38 начал писать красиво музыку а до этого все его считали альфреда шнитке до этого его считали все ерундой или там то же самое было ну с кем угодно там ньютон в 51 год дальше закон паскаля в 38 тогда это был старый возраст какие там еще и это все диаген вообще 80 лет фрейд в 60 то есть можно сказать что все люди они не могут быть самого детства как это писалось в евгенике самого детства быть там можно определить айкью и выбрать вот этот более достоин этот менее достоин почему ну потому что все нестабильно и у одного человека развития сознания может произойти в запоздавшим позднем возрасте а у другого наоборот в раннем и тоже не показатель того что это останется на всю его сознательную жизнь поэтому узнайте говорить о том что кто-то достоин кто-то не достоин но я могу сказать что все люди достойны иметь детей и я думаю что есть авторы такие артур я не помню фамилию который придумал элементы 8 элементов реализации человеческой жизни не помню это психология и штейн какой-то и он говорил о том что после 60 у человека появляется после 50 у человека появляется желание для кого-то что-то делать а после 70 появляется желание чтобы для него кто-то что-то делал это правда потому что мне после 50 и я четко для себя понимаю что да действительно хочется для детей ради детей в честь детей с детьми для жены для тёщи для мамы для сестер братьев вот для близких близких почему где-то не может объяснение иметь и очень плохо людям которые не имеют продолжение рода и не имеют детей очень плохо почему кстати так происходит я об этом рассказывал это происходит от того что мужчина или женщина ненавидят своих родителей или ненавидят а маму или папу ненавидят просто ненавидят нужно сказать себе какими бы они ни были сказано мои были дедушка самые офигенные особенно обычно это мужчины то есть женщина должна сказать себе мой дедушка был самый красивый самый офигенный белом костюме ходил все бабушки его обожали а тот который меня воспитал был вторым я скорее всего от первого а его дедушка тоже был обалденный на коне ездил с золотой саблей и такой всех обожал дома строил был бизнесменом вот если так сказать посмеяться после этого изменить как бы свою карму вот таким образом это изменяет карму то это может очень существенно повлиять я даже создавал такой эксперимент и 11 лет его изучал коша хорошо какие основные практики оша которые сделали его знаменитыми их тоже можно пересчитать это практика тьмы где он говорит закрытыми глазами сиди в темноте может что-то это дать человеку да человек становится более сконцентрированным но еще и более обидчивым также сидя с закрытыми глазами человека может перестать мучить совесть если он в темноте медитирует его совесть перестает мучить но есть минус этот минус заключается в том что рано или поздно в медитации в темноте может выйти первородный страх вы можете жутко испугаться и потом вас в темноту и появятся фобии которые связаны с темнотой и второе человек может забыть кто он поэтому медитируя в темноте необходимо писать свое имя и фамилию на ладони для того чтобы потом из темноты выйти не помня кто ты стерев свое прошлое прочитать кто же ты на самом деле бывают ли амнезии да есть такие случаи когда во время медитации в темноте у людей появлялась амнезия да этот период такой мог продлиться до полутора даже лет даже до двух есть такие случаи второе концентрация в настоящем моменте о котором говорил оша он был не первенец в этой идее об этом говорил свое время еще гурджиев а он был ранее и об этом говорится во всех книгах далее динамические медитации с быстрым дыханием динамические медитации с прокачкой чакр где человек представляет первую чакру делает вдохе и выдохе там медленны после чего делает медитацию представляя там седьмую чакру делает вдохе и выдохе быстрые это тоже было не первым единственное что он как бы сублимировал идеи про на ямы индийской системы йоги и объединил это уже снова рижскими такими системами классической психологии нейролингвистического программ программирования бендлера который говорил о который говорил о динамическом дыхании и так далее то есть он эту идею как бы преподнес каким образом он говорил что активное дыхание может отключать синапсы мозга на время тем самым у человека происходит обновление как бы и это все может приводить к вывов к выведению паттернов которые зажимают и назвал это все элементами ребёфинга которые производятся совместно с человеком который может вести или адитором да и или без такого вот человека который когда человек сам проводит такую технику ребёфинг дыхания проводя или исследуя свои внутренние структуры определяя их каким-то образом перерабатывать тоже был не в новинку так как до этого были уже попытки у различных людей проводить подобные системы первым был конечно райх в 1805 году со своими магнетизмом и со своими динамическими практиками дыхания магнетизма но и конечно можно найти это все еще до живого фомы аквиланского который писал о знаменитом египетском дыхании которая во время которого у человека на левой стороне луна во лбу луна горит как у пушкина что говорила так он говорил что это может привести человека к тому что он становится очень красивым очень нравится фактически включая магнетизм свое сознание получаю вопросы и реально включая у себя паранормальной способности телепатии но конечно можно копать еще дальше скорее всего мы найдем где-то в каких-то скрижалях в трудах что-то подобное в библии можно узнать о там быстром дыхании и так далее то есть можно везде это по находить знаете то есть это все не новинка это сублимационная такая идея которую скорее всего подхватывали уже мастера и тогда ну и конечно согласен ли я с чакровым дыханием или не согласен вот такой нюанс но у него же было еще дыхание там освобождающийся то есть человек говорил нужно кружиться кружиться это суфи а суфи говорил гурджиев я вообще считаю что на оша очень повлиял гурджиев и успенский потому что очень много практик именно в той последовательности в которой их преподавали в школе гурджиева они в дальнейшем были описаны оша то есть оша говорил о том что это древние индусские практики на самом деле это не так я думаю что это было связано все-таки с изучением французской школы йоги эзотерики ну и на первом степенном месте это конечно ну конечно гурджиев знаете потому что гурджиев писала об огне об огнях и там вхождение в огонь чем писал оша и гурджиев писал настоящий моменте об этом уж описал и в медитация в темноте да и кружение против часовой стрелки активное дыхание по чакрам так это все у гурджиева было это все у гурджиева было из этого всего выделилась потом метода или методика успенского который из этого всего вычленил только срединый путь это тотальное освоение настоящего момента ну это идет у него как бы основным таким уже тезисом в его основной идеи его эзотерического направления ну а все остальное ну что ж если кому-то это нравится пожалуйста я на самом деле противник почему я объясню каждая из чакр она работает по-своему первая чакра на больше отдает почему потому что очень связано все с физиологией смотрите что находится где первая чака там находится сфинктер заднего прохода из него должно выходить да а она может пить из этого места ну такие нет тогда если вы будете представлять что вы вдыхаете этой чакры что-либо то это что-то запорчик может появиться как бы само по себе понятно ну и вот такие нюансы знаете они навязывают ну как бы отвязывают энергетическое тело от физического а это не так потому что энергетическое тело и умение с ним работать помогает физическому телу оставаться здоровым а умение работать с физическим помогает энергетическому телу оставаться счастливым и здоровым и знания эти они конечно же не открыты для людей почему не открыты дело в том что это связано все с процессом конкуренции оказывается многие люди которые достигают определенных знаний они сталкиваются с тотальным с тотальным везением жизнь это тотальное везение но по щелчку пальца деньги по щелчку пальца везение знаете по щелчку пальца враги все засыхают если ты знаешь что-то и в дальнейшем не хочется еще таких людей почему они могут быть для тебя конкурентами почему потому что так ты на бесконечном поле я собираешь бесконечное количество росы или амриты а так миллион людей будет это знать и после этого уже в этом поле начнется конкуренция а вот этого уже не нужно именно поэтому часть знаний они конечно же держатся в тотальном секрете почему пусть люди конкурируют между собой у кого толще и больше тот и счастливее простить андрей спасибо за обряд круто себя чувствовал от недавнего времени получилось перхоть в ушах так как сказал этим бетадином и хлоргексидином здрасте андрей андреевич александр яшкин сейчас попробую создать придуманный мной станок по очищению семян так как уже есть такие для дальнейшей продажи скажите если будет иметь дело успех будет иметь дело смело делайте можете мне продать и станок и очистить можете мне семена продать я знаю что с ними сделать а я из них могу не очищая достать экстракт расторопший класс классная декста я сейчас если сейчас инвестировать в крипту получится заработать нет или люди обманывают гульнара бираканова сейчас у нас возникли очень тяжелая финансовая ситуация пришлось даже выставить на продажу свой недостроенный дом мечты продастся дом нет купим ли мы с мужем квартиру нет если будем жить вместе до вспомнила мальфара не чая что он сказал бы украине о чем предупреждал за это же своими же был убит нет вы говорите глупость я не чаем общался и очень длительное время был с ним знаком близок близок так вот я хочу вам сказать не чай каждый день делал предсказания об украине то ее захватят то ее не будет то кучма будет править сто лет то кравчук кравчук будет там вечным правителем томас к лиза хватит все и буду там управлять то у горщина там будет у не чая как плохое настроение как зима начинается люди ездят меньше он бухал и после этого там то одно он морозит то другой старый человек грибы кушал знаете мухоморчики поэтому вот у него то одно в голове то другое самое важное это было деньги заработать понимаете где очень часто он говорил противоречивые совершенно друг с другом не связанные вещи если бы его снимали вот так то один раз он бы одно говорил другой раз другое он был непоследователен я хочу вам сказать я не слышал ни одного предсказания не чая которые бы когда-либо свершились поэтому забудьте как и аванге тоже все это полная чушь поэтому ваши предсказания его свои убили а вы там эксперт вы находились рядом когда его убивали прямо рядом находились вы прямо знаете дела эти знаете там все кто-то сказал хватит верить сплетни люди хорош верить сплетни что с вами подскажите наш сыновья найдут свое счастье до будут успешны до расторожья супер штука до расторожья супер штука но только для людей у которых пониженная кислотность так как расторопша способна повысить кислотность так что с расторопшей для людей у которых расстройство нужно быть аккуратно а вот если запоры расторопша полезно также как ни странно при заболеваниях легких таких как туберкулез энфиземы и какие-либо тяжелые заболевания легких расторопшу ни в коем случае не принимайте если какие-нибудь практика использоваться во время допросов налоговой других чтобы все хорошо представляете себя будто перед вами есть поток воды вокруг себя таким образом делаете себя для них невидимыми также можно представить их и себя и между вами дорога и их вот так от вас дорогу в левую сторону и в правую сторону и сзади вас эта дорога вновь становится дорогой так чтобы они вас обходили стороной здрасте спасибо золотого человечка последнее время очень кольца третьего ребеночка на волнение справимся да смело смело можете да я кстати очень уважал не чая вот есть петя мой дружбан который с черновцов с черновцев и мы до речи вдвох колись ездили и ездили не раз еще и допомагали не чаю там книги в мере я киевин а своим подписом подписал я вам кажу що ця людина уже трошки пізніше була геть не в адеквате бо глиною лечили хвори хвороби лікували глиною всі вже потім всі то есть чим будемо лечить поэтому знайте уже вначале это было ярко вначале это было интересно вначале это было как продолжение культуры какой-то знаете вначале это было там вот он первый начал говорить о том что есть там альфары о том что это там сильно и так далее популяризировать это все а дальше это все было уже маразм пьющего человека или долго пьющего у мужа бывают сильные продолжительные головные боли лечите давление похоже не связаны погодам и давлением не могу найти причины все головные боли которые возникают у человека связаны с его желудком если кислотность у человека понижается то болят виски если кислотность повышается то болит затылок если очень повышается кислотность давление растет смотрите не торопитесь пить таблетку Выпейте соду. Не торопитесь пить таблетку, если болит веса в висках. Выпейте, знаете что, уксус. Прям серьезно вам говорю. Меня зовут Владислав. Что вы думаете о собрании 10 тысяч ситхов Махариши? В Индии за мир во всем мире, в период новогодних праздников, это работает на позитив. Я ездил в Индию и знакомился с людьми, которые являются представителями данной ветки. Это каликалка, которые считают себя летающими йогинами и так далее. В чем заключается эта йога? Она называется трансцендентная йога. Основа этой трансцендентной йоги заключается в практике, где человек, отрекаясь от себя, сидя с закрытыми глазами, представляет, будто его тело легкое. И он взлетает в космос, растворяя себя в космосе. Что это дает? Человек отходит от своей кармы, растворяется в этом. Также у этого человека со временем может появиться ощущение, будто он летает. Я хочу вам сказать, что независимо ни от чего, ни один человек на земле не может, хоть соберется миллион человек, хоть группа людей соберется и будет молиться за мир, ничего не произойдет. Я вам объясню, почему это происходит. Дело в том, что цикл, который сейчас сформирован в узел, он формировался на протяжении 121 года. И этот цикл, он создан из миллиарда веревок и нитей. Миллиарда. И хоть миллион человек будет молиться, летающих йогов и кем угодно, узел только сильнее завяжется. Поэтому вот так. Что может быть? Можно ли как-то изменить? Если миллион человек прямо сегодня возьмутся за руки, начнут танцевать и обниматься, то война закончится через несколько дней. И слава богу, и Дэнче оказала истина за Ванга. Большое спасибо вам, Андрей Андреевич. И Ванга точно так же. Ванга в старости болела заболеванием Альцгеймера. Чем отличается заболевание Альцгеймера и как изменяется поведение? Ну вы-то знаете, как изменяется поведение человека. Оно изменяется в сторону того, что сознание деградирует и личность деградирует. Человек забывает, не может вспомнить, говорит, что уже там придется. Ее максимально эксплуатировали, она уже говорила то, что ей напишут, ну и так далее. Если молодая Ванга там еще что-то могла предсказать, и там за счет этого стала популярной, то в дальнейшем это начали использовать как один из элементов популяризации пропаганды. Если любое слово, и вот запомните, что я вам скажу, если любая информация, любое слово создает у вас возмущение и ненависть, поставьте тире и напишите. Это все неправда. Почему? Правда не создает безумие. Правда создает успокоение души. Правда это спокойствие. Неправда возбуждение. Поэтому как определить правду от лжи? Если вы слушаете правду, вы будете спокойны. Если вы слушаете ложь, она будет вас возмущать и всех вокруг вы будете ненавидеть. В этом как раз отличается. Поэтому когда вы слушаете такое, это создает у вас потом возмущение, а ты что не знал, не слышал, так вам это сказали. А вы эксперт в этом, вы тему изучали, вы вообще что-нибудь об этом знаете. Такое большое количество людей, которые любят слушать сплетни и потом говорят, а вот нам сказали, кто сказал, а вот эти, а они откуда, а они вот эту, а вы точно знаете, а давайте проверим. А вот такой текст, а вот так вот, находишь этот текст, и обычно бывает, вот текст, а его нет. А вот так сказать, не было этого. И вот куда, вот начинаешь с человеком разговаривать, и это все приходит к тупику. И вот они там, вот это, вот это, нет, этого не было. Знаете там, ну что-нибудь, знаете, вы скакали на площади, как вот про украинцев говорят, украинцы скакали на площади. Но, когда Советский Союз развалился, то русские скакали на Красной площади, что забыли? Что забыли? То есть, кто поломал Советский Союз? Русские, стоящие на площади. А кто был неофициально выбран русским президентом, без всякого голосования в нарушение Конституции Ельцин? Забыли? Что же вы скакали на площади, Ельцина выбрали, но вас и ни Польша, ни Литва, ни Америка не захватило. А что ж скакали? Под танки бросались. Это было легитимно? Нет. Вы понимаете, да? То есть, видите, как сразу все по-другому. Точно так же. Здесь немцы, так и в России немцы. Есть с факелами, шествия. Этого все можно тоже найти. И, например, у Евгения этого, я не помню его фамилия, у него был партнер. Он весь был в татуировках в немецких крестах. Высказывания, которые делаются. Послушайте, фашизм в России можно увидеть в церквах. Там есть церковь, о ней, Шойгу говорил, где лежит шляпа Гитлера. Зачем шляпа Гитлера в церкви? Кто мне может сказать? Зачем? Зачем шляпа Гитлера в церкви? Она там, а ей там место? Зачем она там? В церкви, предназначенной военным силам России. Зачем она там? Ну, видите, неудобно это слушать, получается. О том, что в Украине все там вот такие удобно. И там, а у вас вот это, у вас вот это. Начинаем законы эти изучать, начинаем искать, начинаем все видеть. И все открывается в другом виде. А что это обозначает? Не надо верить в сплетни. Хотите услышали чего-то, у вас это вызывает эмоцию. Откройте интернет. Попробуйте найти закон. Попробуйте изучить. Попробуйте посмотреть. Попробуйте на себя в зеркало посмотреть. Вот таким образом это все устроено. Здравствуйте, подскажите, я могу получить грин-карту? Суд постоянно откладывает? Да. Мы не 16 сроки взываты назад. Скажите, будь ласка, экезотерично вылекать эту односторонную запалывание легенев. Представляете, в легких розовый цвет. А также одевайте розовую рубашку и мысленно с закрытыми глазами, представляете, будто легкая ваша розовая. Уже сегодня, завтра, послезавтра и вылечите. Андрей Андреевич, у меня получится зарабатывать иную сумму денег и закрыть кредит для моего успокоения? Получится, да. Ну что, я желаю вам всем успеха. Пусть в этой жизни все будет хорошо. Также хочу вас пригласить на мой вебинар, который называется «Программирование 2024 года». Информацию полную о нем можно найти, перейдя на мой сайт duiko.guru. И изучив эту информацию, вы можете присутствовать на данном вебинаре и получить аж 100 советов, как провести Новый год и посленовогодние праздники для того, чтобы следующий год у вас был более благополучным, чем в этом году. Практики будут приблизительно такими. Сделай так, представь так, посыпь туда, устрани это, говори это, дам волшебные слова для Нового года, даже мантру определенную. Расскажу, в какой одежде встречать или в какой не встречать и так далее. Очень интересно. Пожалуйста, приходите. Ну и на этом конец. До свидания. Не забудьте поставить лайки и не забудьте написать свои негативные комментарии и позитивные комментарии под моими видео. Также хочу сказать, что не пишите мне глупости. Я объясню почему. Мне все равно. Почему? Мне все равно. Дело в том, что ваши глупости, которые вы напишите, делают из вас человека, который хочет от меня боли. А если вы хотите от меня боли, то я вам ее насыплю. Почему? Потому что я беру у своих учеников боль и высыпаю на тех, кто хочет моей. Поэтому, когда человек пишет, ты придурок, хочешь моей боли, я краник открываю. Поэтому не надо. Серьезно. Не надо. Я краник открываю и потом вам же от этого хуже. Поэтому, если я вам не нравлюсь, есть миллион блогеров всевозможных везде, которых можно слушать, любить, которые там правильно говорят и там неправильно и так далее. Свет клином на мне не сошелся. Слушайте, я не заинтересован, не не заинтересован. Я делаю свою миссию. Моя миссия заключается в том, чтобы сделать людей, которые вокруг меня находятся и смотрят меня добрыми. Любить своих близких, любить свои семьи, любить своих тещ и свекруг и развивать то, что я называю большая, бесконечная, вселенская доброта, любовь и счастье. Поэтому, а если вам это не подходит, ну что ж, каждому свое.